Выдра, которая находится выше крыши, ее нужно выкладывать на цементно-песчаный раствор. Ну а сейчас посмотрим на раствор. То есть вот такой он получается. Нам нужно нарастить доски, чтобы подготовить платформу. Сюда буквально сантиметр, сюда сантиметр, чтобы отверстие у нас было больше. Ну вот и готовое отверстие. По всему периметру, по всему кругу ее всю нужно будет нанести. Все, то есть мы положили вот эту переднюю часть. Сейчас приступаем к выкладке именно перевязки вот этих вот швов. Доделали полностью получается трубу. Она у нас выше конька на 50 сантиметров. Представляю внимание, то что наша выдра, которая находится выше крыши, ее нужно выкладывать на цементно-песчаный раствор. То есть как приготовляется раствор? Берем одну часть цемента, ведро ее, и три части песка. Цементно-песчаный раствор делается один к трем. То есть одна часть цемента, три части песка. Для чего, почему мы выкладываем именно на цемент трубу, которая идет на улице? Чтобы швы не вымывало. Более красивые, эстетичные швы. Допустим, возьмем кладку забора, кладку ворот, ну то есть вот этот периметр столбы кладочный. У них шов идет сантиметровый. И примерно уличный шов мы также делаем сантиметровый. То есть ориентируясь, чтобы у нас был красивый шовчик. Раньше выкладывали на глиняный песчаный раствор, так как цемента его не было как бы сильно. Потом выкладывали глиняный песчаный раствор именно на тоненький шов. Прям можно максимальный тоненький шов. То есть как это происходило? Вот тоненький шов, его если дождь вымывал, но он его вымывал, но не весь. То есть половину, частью вымывал, а так вся труба стояла на глиняный песчаном растворе. А сейчас мы это выкладываем именно на цементный песчаный раствор. То есть добавили цемент, три части песка. Сейчас берем миксер, все это замешиваем насухо. То есть вот перемешали, сейчас добавляем водички. Чтобы у нас был раствор такой более эластичный, можно добавить всякие химикаты, пластификаторы называются. Их добавляют в раствор, чтобы раствор был эластичный. Ну, также можно добавить мыло, ферри, то есть, ну, чтобы сделать его эластичным. Много на ведро не нужно, буквально две-три капельки на ведро. И все, и мы перевешиваем. Воду добавляем по мере необходимости. Ну, а сейчас посмотрим на раствор. То есть вот такой он получается, как бы эластичный. То есть спокойно берется, то есть спокойно висит. То есть его необязательно, чтобы он скатывался там, этот цементный песчаный раствор. Ну и все. Прежде чем залазить на крышу, мы должны подготовить для себя лестницу. Ну, чтобы удобнее было туда залазить. Но прежде чем ее подготовить, мы измеряем примерный уклон крыши. То есть у нас примерно вот он задан. И мы вот этот размер мы переносим на нашу лестницу. То есть этот угол задаем уклон, чтобы зацепиться за конек. То есть угол уже заданный. Ну и прикрутили, то есть ступеньки, чтобы было удобнее залазить. Сейчас мы ее туда по шиферу аккуратненько поднимем, за конек зацепим. И дальше будем подготавливать платформу. Представляю вашему вниманию, то есть площадку на крышу. Схема, в принципе, простая. То есть, допустим, это наш конек, который нам нужен, да, зацепиться. Также цепляемся за него, фиксируем. Здесь у нас отверстия уже, их можно много так наделать под любую крышу. И здесь болтом так ее зафиксировали. Вторую тоже так же. То есть они вот так вот две стоят. Вокруг трубы, то есть справа, слева, по периметру. К этой доске перекручивается более длинная доска. То есть такая же сороковка. С той стороны так же. Ступеньки на них не нужно крутить. А потом уже к той доске мы прикручиваем нашу платформу. То есть платформа, она будет примерно, как же показать тебе. То есть она вкручивается в доску, а это у нас задается сама площадка. То есть уровень. Все. А сюда уже доски накладываешь и спокойно стоишь на этой платформе. Вот сейчас мы эту конструкцию будем собирать именно на крыше. То есть установили наше приспособление. За конек закрепили. Сейчас нам нужно нарастить доски, чтобы подготовить платформу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова То есть когда подходите к крыше, то есть без разницы, металл, андулин, шифер. Смысл один. Вот ваши углы самой трубы, да. Берете отвес. Ну или имитируете отвес. То есть именно отвес он должен чуть больше угла выходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда буквально сантиметр, сюда сантиметр. Чтобы отверстие у нас было больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отверстие у нас есть. Сейчас мы... Можно пилить с этой стороны шифер. То есть обычной болгаркой по дискам по кирпичу, то есть алмазным дискам. В нашем случае у нас мешает стропилина. Сейчас будем сделать здесь подпорку, чтобы она у нас зафиксирована была. И просто спокойно ее вот так вот удаляем, чтобы нам ничего не мешало. Обрешетка нам тоже здесь не мешает. Но если в вашем случае помешает обрешетка, вы ее спокойно удаляете. Сейчас переходим наверх, выпиливаем шифер. Мы там просредили отверстие. Вот они все четыре точки у нас заданы, да. Чтобы у нас прямоугольник вышел более ровный, то есть делаем, прорисовываем, получается, периметр. Ну, примерно на оброске делаем, чтобы нам более аккуратно, ровненько отпилить. Используем маленькую болгарку с 125-м диском. Диск по... алмазный, диск по кирпичу, по бетону. То есть спокойно возьмет шифер. Приступаем. Ну, вот и готовое отверстие. Осталось сейчас отпилить стропилину. И продолжаем выгонять трубу. Чердачное перекрытие, то есть труба, которая проходит, ее желательно штукатурить. Объясню почему. Потому что вы сюда, во-первых, часто лазить не будете, за трубой смотреть, то есть, ну, бдить не будете. Мало ли какая-то трещина может появиться. И ради безопасности мы ее штукатурим обязательно. Раствор делается, допустим, на печку делаем. Один к трём, один к двум, двум с половиной, то есть в зависимости от жирности глины. А именно на штукатурку нужно добавить больше песка, чтобы он был песчаный такой раствор. Ну, в то же время приклеивался и в то же время был песчаный. Для чего это делается? Если будет сильная жирная штукатурка, при высыхании он начнет трескаться. А когда будет чуть больше песка, то есть он будет менее трескаться. И при, так сказать, побелке этой штукатурки, она все загладится и трещин будет минимум. То есть, можно сказать, фактически их не будет. То есть, делается это как? Просто берется вот обычная такая же глиняная смесь, только побольше песка. Можно делать это шпателями, то есть обычная штукатурка. Берете, накидываете ее, ну и размазываете всю. То есть, по всему периметру, по всему кругу ее всю нужно будет нанести. То есть, таким способом вы ее штукатурите. Штукатурится, она именно тот момент, который выходит выше потолка. То есть, вот начиная от отсюда, она у нас вся целиком штукатурится до крыши. Все. Вот и заштукатурили мы трубу на чердаке. То есть, результат получился у нас такой. То есть, сперва заштукатурили, потом мокрой губкой, то есть, выходкой с водичкой. Всю прошли ее. То есть, мелкие вот эти неровности убрали. И вот, пожалуйста, такой результат. Смотрите, как только вы вышли на крышу, да, момент. Запомните, что вот наши полкирпича идут трубы, да. Без разницы, как она будет, труба расположена. Суть в том, что вот эти полкирпича, они должны подняться выше, чем сама крыша. То есть, в этом случае у нас эта часть, она уже поднялась выше, чем крыша. Нам нужно сделать, начинать выдру. То есть, выдвигаем кирпич на меня 6 сантиметров, вправо 6 сантиметров. Потом второй кирпич также выдвигаем туда 6, сюда 6. И вставляем, то есть, деталь, которую нужно будет ставить в вашем случае. В моем случае здесь будет стоять половинка. Сейчас мы это все элементы подготовим. И я буду их выставлять. В процессе вы это все увидите, как все это выставляется, как это все формируется. Смысл тот же самый, как вертикальные швы тоже перекрываете. Тот же самый смысл, как на распушке. То есть, вертикальные швы перекрываете. То, что находится еще под крышей, то есть, сечение трубы размеры, они у вас не меняются. Они у вас идут вот как шли. То есть, вот как я сейчас вам показываю. То есть, выставляю дальнюю часть, которая идет. Все, вот он у меня. Он лежит, он у меня никак не поменяется. Все, что выдвинулось, все, что выдвинулось ставшами, которые вам нужны будут именно, вы их выставляете. И пошел ступенями, ступенями по полкирпича. То есть, вот тут наглядно видно будет. Вот наши полкирпича вылезли, вот полкирпича. И дальше, дальше, дальше они будут постоянно по полкирпича. Здесь ставши, здесь ставши. Все, что раздвигается, все ставшами вставляем и просто поднимаем. Юбка делается для того, чтобы нам гидроизоляцию от воды сделать, защитить. Цементным раствором работаем очень быстро, потому что он имеет свойство застывать. Если будет он у вас густеть, водички добавили, перемешали и дальше пошли. То есть, работайте быстрее. И когда вы трубу выводите, у вас здесь по периметру должен быть зазор. Выложили заднюю часть, да, самой трубы. Теперь выдвигаем. Сперва закладываем те элементы, которые у нас вставляются между выдвижными элементами. То есть, выставляете их. Все, выставили. То есть, поджали. Чтобы он не упал, его тоже можно будет поджать. Все сопли, которые там у нас снизу висят, то есть, также аккуратно их все собрали. Выкладываем за переднюю часть, получается, от конька. Все, то есть, мы положили вот эту переднюю часть. Сейчас приступаем к выкладке, именно перевязке вот этих вот швов. То есть, он у нас должен лечь вот так вот. Все это нужно делать аккуратно, потому что выдвиг очень сильно большой. Берем, чтобы нам не на постель мазать, да? Почему? Потому что наша одна часть, она у нас выпирает. Мы можем также намазать именно сюда тоже, на постель, на самом кирпич. Здесь все так же подрезали, убрали. Все лишнее убираем. А сюда? То есть, ну, вот вставаешь, пожалуйста. Сюда намазали, на стенки намазали. Сюда можно тоже на постель намазать, чтобы у нас везде раствор был. Смотрите, сейчас вот этот промежуток, который перехлестнуть вертикальные швы. Берем брусок, так же все мажем. И выставляем его сюда. Берем брусок, так же все мажем. Здесь сейчас продолжаем. То есть, вот он у нас так целый идет. Так вот целый идет. Здесь половинка встает у нас. То есть, здесь, вот как если видно, да, наглядно. Пол кирпича, пол кирпича, пол кирпича. Каждая ступенька идет по пол кирпича. То есть, и продолжаем выкладку. Здесь нам нужно обязательно перевязать. То есть, вот мы перевязали. Все. Сюда у нас будут вставать бруски по 18 см. Здесь тоже бруски. Сейчас мы их измерим. Они у нас здесь в кирпич. Два бруска в кирпич. То есть, в общей сложности, три бруска в кирпич по 25 см. И два бруска по 18 см. И половинка. Все. В нашем случае у нас именно труба, она выходит вот так вот. То есть, здесь она по схеме, она, выдра не классическая. Но есть схемы классической выдры. То есть, она, труба расположена именно вот так вот. То есть, схема будет показана у вас на экранах. То есть, в нашем случае она вот такая вот. И каждая ступень идет по пол кирпича. То есть, как я еще и говорил ранее, у нас цементный раствор, он густеет. То есть, чтобы сделать его более жижим, ну, так сказать, разгустить, берем бутылочку водички с собой. Немножко подлили, размешали. То есть, он будет так же эластичный. То есть, можно будет дальше работать. Но опять же предупреждаю, чем быстрее вы будете работать с раствором, тем это будет лучше. Чем меньше будете добавлять воды, тоже так же будет это лучше. Потому что не рекомендуется добавлять вообще воду в раствор. Но бывает, что жара стоит на улице, солнце, и раствор максимально-максимально быстро отвердеет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok На 2-3 ряда выше середины крыши. Ну все, закончили мы кладку трубы, закончили выдру, саму промежуток трубы сделали, окоемку, оголовок трубы. Доделали полностью, получается, трубу. Она у нас выше конька на 50 сантиметров. Дверца идет стеклянная, то есть ее позиция будет на ряд выше, то есть установлена. Но заранее вы должны продумать для дополнительного поддува дверцы от того, что у нас колосник будет находиться далеко. На этой позиции у нас колосник будет находиться вот здесь, поддув будет далеко от стекла. И мы выпилили в кирпиче именно ближний поддув для того, чтобы стекло не закапчивалось. То есть два элемента по 19 сантиметров, то есть три четверти. Выпилили проборку 2 сантиметра глубиной. У нас получился поддув 2 сантиметра длиной в саму дверцу, то есть 20 сантиметров. И также выполнили скос кирпича для того, чтобы у нас, когда будет лежать сверху колосник, не скапливалась зола, то есть этой полочки, а скатывалась сразу вниз.